Сергей, доброе утро. Доброе утро, Андрей. Ну что, неделя прошла. Неделя золота, неделя Газпрома. Начнем на золото. Знают люди, что у меня есть канал бесплатный, платный. Вот ссылочка в описании. Вот на платном канале я написал, что продам золото. По той простой причине, что золото мне спекулируют. Но в тот момент, когда есть сигналы, что золото пойдет вниз, не смогли перебить 2380, и рубль укрепляется, самый момент перескочить в физическое золото, из виртуального золота. Вот потом на росте это все очень болезненно делать, перескакивать. Ну или откупить подешевле. Чем я и занялся на этой неделе. А чем ты занимался? Какие у тебя были какие-то сделки? Нет, на этой неделе не было. Ну давай тогда поговорим про золото, раз золото наше все. Ну что можно сказать про золото? Да, корректируется пока, но есть уровень 2300. И все будет зависеть от того, будет пройден этот рубеж или нет. Ну вот когда это было? В конце апреля, да, вторая половина апреля, ближе к концу, третья декада, этот уровень тестировался. В моменте его проходили, но, как говорится, не смогли. Ну 2300, все. Для спекулянтов это очень важный уровень. Если он будет пройден успешно, ну золото может и попадать. Но на какое-то прям обрушение золота, наверное, в текущих реалиях все-таки рассчитывать не стоит. Ну и раз мы говорим про покупку монету от Ливанчика, значит надо поговорить и про рубль, про его укрепление. Рубль, да, рубль укрепляется. В скептике, со стороны скептиков слышны стоны. Видимо, были сделаны ставки на ослабление рубля. Но мы много раз с тобой обсуждали то, что все-таки Центробанк смотрит за рублем, несмотря на заявление, опять же, о том, что мы типа не таргетируем курс рубля. Но бывает, что и таргетируют, поэтому уход куда-то на 100 рублей, ну пока он не видится каким-то прям уж базовым сценарием. Поэтому пока так. Вот другое дело то, что закрылись 89.50, там чуть повыше 89.52. 50 это один из ключевых уровней. Соответственно, от того, будет он пройден или не будет, будет зависеть дальнейшая динамика рубля. Возможно, ну опять же, это как и в золоте. Вот все на плечевых уровнях. Точнее, золото до плечевого уровня не дошло, а рубль дошел. Поэтому вот так. Говорят... Я уже... Да. Сейчас на денежном рынке не очень благополучно. Продают валюту, чтобы расплатиться в налоговый период. Да, налоговый период. Но налоговый период, это вещь такая, ну... Всю историю, если, ну все, больше какую-то часть за год посмотреть, за два. То налоговый период, это вещь в себе. Когда-то в моменте рубль укрепляется на налоговом периоде. Ну, буквально там парочку дней какой-то импульс показывает и все. А чтобы вот так вот прям трендово... Ну, иногда это, да, укрепление рубля совпадает с налоговым периодом. И все говорят, да, это налоговый период помог. Почему, допустим, ну, я считаю, что налоговый период, это такая вещь в себе. Ну, потому что, представьте, что вы крупная компания, экспортер, да. Ну, у вас же, помимо прочего, наверное, на счетах присутствуют рубли. Не обязательно в последний день бежать и это все менять. Даже если нет рублей, наверное, я так полагаю, что компания рублевой ликвидностью обзаводится сильно заранее, чем когда наступит налоговый период. Ну, еще такая тема. Говорят, с импортом не все благополучно, поэтому спрос на валюту уменьшился. Ну, да, и с импортом не все благополучно, плюс ко всему, наверное, да. Понятно. У тебя есть какие-то мнения по паре покупать доллары? Слушай, я уже много раз рассказывал в текущей ситуации. Вот доллары я покупал еще там в январе. Месяцы. Вот. И больше я в эту историю не заходил. Еще раз повторю. Для меня сейчас самым интересным инструментом таким условно-консервативным подоходности являются фонды денежного рынка. Ну, вот условно, если вы с января бы зашли в валюту, да, или нет, ну, или позже, да, ну, что вы на ней заработали? Практически ничего. Ну, если, да, так, консервативно. Спокойствие, спокойствие заработали. Я не знаю, какое там спокойствие заработали, а в фондах денежного рынка заработали деньги. Ну, нельзя же все бухать. Надо же как-то разнообразить меню. Конечно. Послушай, вот эти вот разговоры про бесконечную диверсификацию всего и вся и разнообразие приводит к тому, что люди в 21-м разнообразились фондами Finex, разнообразились еще всякой фигнёй. Это Андрей Контент. Если уж и разнообразится, надо из всего многообразия выбрать, ну, несколько, пару-тройку инструментов максимум, а не лезть во всё подряд. Вот когда во всё подряд, то есть это, знаешь, история про хеджирование. Ну, я с тобой согласен. Когда они лапшу на уши про хеджирование, то, что ой, я вот взял лон, ну, и захеджировался шартом. Ну, и что на выходе? Как правило, на таких стратегиях люди вообще как бы, ну, как минимум ничего не зарабатывают, а как максимум еще, точнее, как максимум ничего не зарабатывают, и еще и деньги могут потерять. Поэтому вот эти вот все разговоры, там, что корзина, вот эта вот диверсификация должна быть капец какой широченной, ну, с умом нужно подходить. Если рынок дает какие-то инструменты, да, привлекательные, можно, конечно, можно и нужно это делать. Но если круг этих инструментов значительно сужен, ну, представь, что их у тебя только два, нафига лезть в третий, который практически ничего тебе не даст? Просто так, чтобы было? Ну, зачем? Ну, вот люди со мной наверняка согласятся, то, что когда тоже, там, 21-й год, покупали акции, там, широким фронтом, все в портфеле было, все это рекламировалось с голубых экранов. Давайте покупать Сеги, ЖУ, ВК, там, все-все-все-все-все. Диверсификация. До чего додиверсифицировались? Те, кто в феврале 22-го года, у кого был достаточно узкий портфель, состоящий из трех-четырех, максимум пяти нормальных голубых фишек, да даже тот же «Газпром», всем дали возможность выйти даже с прибылью. А вот эта вот диверсификация привела к тому, что у людей до сих пор висяки в портфелях. Надо сказать, что диверсификация по-верниковски – это только качественные активы. Надо сказать, что я попал под удар этого кренделя из фонда «Файнекс», именно потому, что не рекомендовал покупать, он на меня ругал в Астрахани, это люди видели, могут даже подтвердить. Поэтому диверсификация замечательная, только должны быть компании с растущим бизнесом. С умом. С умом, да. Вот так вот я и подхожу к этому делу, потому что если нет качественных активов, то лучше вложиться в фонды денежного рынка или в золотые облигации, а не, как ты правильно говоришь, широким фронтом бросать деньги непонятно куда, какой-то там ВК. трагический момент «Газпром». Я даже не знаю, что сказать. Ты знаешь, на самом деле на моем YouTube было множество видео, еще сначала, когда проблемы пошли у «Газпрома». «Газпрома». Вот. Но, ну, я понимаю и не претендую на, как бы, последнюю инстанцию, да. Но, тем не менее, то есть я был очень удивлен, когда вот, ну, вот буквально там последнее время я даже проводил опрос у себя в Телеграм-канале. «Е-мое, 30% все равно ввелись на то, что «Газпром» заплатит дивиденды». И меня в видео там убеждали еще несколько месяцев назад. «Ой, какая хорошая цена у «Газпрома», все равно заплатят, ниже уже не будет и так далее, и так далее. Ну, когда риски распределены, да, действительно, никто не знал, четко заплатят «Газпром» дивиденды или нет. И была вероятность 50 на 50. Ну, вот это уже, получается, казино практически, да. Ну, сейчас напишут «нет, я был уверен, что не заплатят». Ну, ерунда. Они, ну, по идее, вот так вот нежданчиком могли, конечно, и заплатить. Ну, просто дело в том, что когда вы работаете на фондовом рынке, если вероятность 50 на 50, ну, какая-то не очень, да, она хорошая получается. Ну, и плюс, вот торговать на рынке обычем – это неправильный подход. То есть, ну, понятно, уже из всех утюгов давным-давно сказали «Газпром» потерял европейский рынок. Все. С Китаем пока ничего не складывается. Зачем покупать «Газпром»? Потому что упал. Я демонстрировал тоже на своем YouTube в свое время графики. Как долго «Газпром» и на твоем канале, когда мы с тобой показывали, там, по-моему, с 2013 по 2019 год 6 лет какого-то там «Быковика». Ну, пытались, да, объяснить. Ну, вот, к сожалению, вот так. Что здесь еще можно сказать? Не нужно, опять же, лезть туда, где вот такие вероятности. Вот задайте себе вопрос, «Газпром» после 2022 года – это сильная компания? Нет. Зачем вы ее тогда покупаете? Покупали. Тут они тебе возразят, что, как сказал Орловский, у каждого лепешки-навоза есть своя цена. У каждого годика своя методика. У Павла, значит, берем, отскочит обязательно. Так вот, она же не может падать бесконечно. В конце концов, у этой папиры найдет цена равновесия. Вот они и скажут, а вот мы и определим цену равновесия. Допустим, это будет 120 или 115. Что-нибудь скажут. На твоем канале выступали разные спикеры в разные времена, составляли долгосрочные портфели, в которые уже даже после тех событий запихнули «Газпром» с надеждой, что когда-нибудь. Да и, безусловно, когда-нибудь такое может быть. Само собой, разумеется. Вопрос, зачем? Ты знаешь, с моей точки зрения, если покупать что-то на падение в эту отрасль, так это «Новотек». Он поинтереснее, чем «Газпром». Я с тобой не соглашусь. Понятно, понимаешь? А если, я говорю, в газовой отрасли, а если покупать в «Нефтянке», то это «Лукойл» или дорогой «Газпромнефть»? «Газпромнефть» не знаю. Честно говоря, вот ты покажи людям месячный график «Газпромнефти». Я тебе покажу график «Новотека». До начала, кстати, аналитики «Сбербанка» понизили рекомендации. Сейчас там 1250 справедливая цена. Фишка в том, что «Новотек», ну, когда закончатся его проблемы, неведомо никому. Понятно, что когда-нибудь, когда они закончатся, все скажут, я же говорил, и надо было брать. Ну, типа того, да? Но об этом говорили на уровне еще там 1500, еще там 350 и так далее, и так далее. На закрытии пятницы на 1120. Задать себе нужно вопрос. И если ответ найдете, первый вопрос, «Когда закончатся эти проблемы?» Кто-нибудь может сказать? Вот это санкционное давление. Думаю, нет. Я тебя спрашиваю. И на этот вопрос не могли ответить вот с тех пор, когда первые вот эти санкционные ласточки прилетели. Если вы не можете себе дать ответ, когда это закончится, да, плюс-минус, на мой взгляд, нефиг туда лезть. Вот когда будут какие-то намеки, да, на то, что там что-то налаживается, нормализуется, тогда да. Вот с таким подходом, может быть, когда-нибудь, ну, это может быть очень такой хороший висяк с минусом. У меня, как раз, мнение, которое, не стесняюсь высказывать ни на канале, платным и бесплатным, что это надолго. Вот Роман Андреев считает, что можно быстро построить эти газовозы арктические. Я так не считаю. Ну, вот поэтому проблемы Новотека надолго. Быстро построить. Я так... Газовозы быстро не строятся, да и вообще крупно... Ну, в общем... Такие... Тем более газовозы, ну, быстро, наверное, построить их не получится. Вот. Ну, вот я думаю, что все-таки проблемы не такие тяжелые, как у «Газпрома». Это мое частное мнение, конечно. Ну, это подход, я называю «угадай мелодию». То есть берем и ждем, когда это все закончится. Так. А если это будет очень длительный процесс? Вот совсем длительный. Да, действительно, снижение где-то остановится. И как у «Газпрому» будет какой-то боковичок. Ну, например. Тут единственный момент, опять же. Это геополитика. Когда вся вот эта вот история в Украине закончится, да, какими-то позитивными моментами, какими-то мирными договоренностями, решениями, тогда выстрелит все. И даже «Газпром», само собой, и «Сигежа» полетит наверх. Просто на ожиданиях того, что, ну, вроде как, все должно наладиться, часть санкций будет снята и так далее, и так далее. Под это дело можно, в принципе. Ну, точнее, как. Под это дело те, кто застрял в этих бумагах, получат шанс оттуда выскочить, там, на каком-то горизонте. Вот. Поэтому, когда это случится, вот, с мирными договоренностями, первый всплеск на рынке будет просто потому, что это случилось. Вот. Дальше будут смотреть, будут ли сниматься санкции, какие санкции будут сниматься, и так далее, и так далее. Ну, выглядит это вот таким вот образом. Да ладно? Газпром, вот, кстати, знаешь, те, кто тоже ставил на долгосрок в Газпроме в 2008 году, да, в мае, когда там взлетели котировки, когда нефть у нас там на 147, что ли, улетела, там же тоже все рассказывали, какой классный Газпром, какие у него перспективы сногсшибательные, что все добавили его в инвестиционные портфели. Тогда просто блогеров не было в таком количестве. вот, но брокеры говорили, все, это гуд. И что? Это госкомпания, которая, да, бывают у нее и были жирные времена, но им плевать на капитализацию, им плевать на инвесторов, это тоже нужно понимать. Ну, он был всегда таким. Тут надо сказать, что если какой-то актив падает, то люди заражаются. А что такое аналитики многие? Это скользящие средние, да? Вот если сейчас Мечел падает, условно говоря, какой-то Мечел падает, то будут подтягивать плохие новости, говорить, это будет вечное падение. Если Газпром падает, тоже будут говорить, что вечное падение. А если насчет России, будут говорить, что вот Газпром хороший, достаточно две недели роста, ну, не знаю на чем, хотя бы на твоей геополитике. И уже подтягиваю хорошие новости. Я, кстати, никого никогда не дотягивал Газпром, я считаю, там труба. Мечел, люди спрашивают. Вот, наверное, на фондовом рынке, как и в жизни, да? Ну, приходите вы, допустим, в магазин за продуктами что-то купить. Вот есть молоко сегодняшнее, да? По 100 рублей, условно. Ну, произведено сегодня или вчера. А есть молоко, которое уже прокисло. И стоит оно 50 рублей. Вот вы будете такое покупать? Наверное, нет. Так зачем на рынке покупать то, ну, вот, к примеру, что прокисло. Ну, да, из прокисшего молока можно сделать там какие-то... Таквашу люблю я, Сережа. Да, да, простоквашу. Ну, для простокваши там сгодится. Нет, я просто говорю о самом подходе. Но людей приучают к тому, что ничего страшного, торговать можно всем подряд. Согласен, безусловно, торговать можно всем подряд. Только большинство людей не умеет так торговать. И они покупают, и потом вот такая вот история. Вот мечил, давай, да, помечил. На чем был рост меч? Всем уши это прожужжали, сокращение долга. Плюс, плюс с низкой базы. Да, неплохо вполне. Но на другой стороне медали – это не очень хорошее управление корпоративное и так далее, и так далее, и так далее. Надо лезть в эту историю? Каждый решает сам. Ну, а если уж залезли, нужно понимать, где из нее нужно сваливать, да, если когда что-то случилось. Вот и все. Да, безусловно, когда у мечила начнется отскокся, ой, мечила отскакивает, все, надо же было брать. Понимаешь, вот подход, ну, гемблинга на рынке, а у большинства именно такой подход, приводит к тому, что, ну, приводит к минусам на счете. И когда мне пишут в комментариях, что, ой, вот ты же говорил, а это там выросло, а ты вот раньше продал, или еще что-то, или еще какие-то там истории начинают рассказывать. Только они забывают сказать, что у них в портфелях у этих ребят, допустим, и у тех вот, у пропагандистов так называемых, еще минусы есть по бумагам, открытым позициям ранее. Вот и все. Допустим, какие-то есть позиции еще там с 21-го года, какие-то открывались несколько месяцев назад, которые упали там за это время. Про это никто не говорит, все рассказывают про успешный успех и как где-то они здорово все сделали, а на самом деле это немножко не так. Короче, мечил нам неинтересен? Ну, по крайней мере, для меня нет. Когда вырастет, у тебя, ой, ну, Дроздов уже не был интересен Миничел, а он же вырос. Ну, это еще раз повторюсь. Та же история с Киви. Торгуйте Киви, он тоже бегает хорошо. Торгуйте ОВК, там тоже есть жизнь, есть движение. Можете еще и в казино сходить, там тоже вам может повезти. Просто вот некоторые люди говорят, что фондовый рынок это казино. Ну, если относиться к этому, да, как казино и применять подходы, как в казино, то да, это будет казино. Если применять подходы более какие-то осознанные, да, тогда это уже не уже, а фондовый рынок это вообще в принципе не казино. Просто нужно учиться, учиться. Я вот 18 лет на рынке и до сих пор учусь. Давай на графике Сбербанка поучимся вместе. Давай поучимся. Ну, вот смотри, Сбер, да, была неплохая коррекция у нас в пятницу и многие бумаги, ну, по-разному, да, вот то, что всякие Мечелы, ВК и все остальное упали, да, вот как. Так, и какое снижение продемонстрировало Сбербанк? Да почти никакого. Да, безусловно, если снижение продолжится, Сбер тоже может вполне себе откорректироваться, вот, посильнее. Но пока мы этого не видим, просто не хотят его пока продавать. Да, еще раз повторюсь, если снижение продолжится, то на закрытии маржиналок Сбер там продавят, высадят клиентов, спекулянтов. Ну, потом это первое, что будут откупать, если он хорошо откорректируется. А что сейчас делать с долгосрочным инвестором? Держать? Ну, я думаю, что есть смысл держать до отсечки, если действительно, как я сказал, ну, будет все-таки хорошая какая-то более-менее внятная коррекция на рынке. Можно докупить, а перед отсечкой уже думать, что с этим делать. Я не знаю, какие уровни четко будут перед отсечкой. Пока вот то, что 320, да, ну, он выше был 320, я на твоем канале об этом уровне рассказывал, что на 320 как минимум придет. Дальше цели – это узенький диапазончик 330-340. Возможно, если глубокой коррекции не будет, до отсечки вполне может туда исходить. Как человеку объяснить, вот человек мне пишет, Андрей, у вас такой классный канал и так мало подписчиков, что остальные не читают? Как человеку объяснить, что я не вкладываюсь в продвижение канала, в общем, потому что кто есть, то есть. Но та аудитория, которая есть, вот ее сейчас анализировали, она замечательная аудитория. Любое продвижение на канале, допустим, где продаются, там, ну, не знаю, что, какие-то девайсы. Широкая диверсификация. Это не целевая аудитория. Она как придет, так потом быстренько и убежит. Вот. Очень часто люди, которые заманивают кого-то, да, заманивают случайных людей, потом приходят и убегают. Ну, да. Так что тут как бы надо осторожнее знать еще где рекламироваться. Только ты рекламируешься и прибегут любители, не знаю чего, жевать на резинке, условно говоря, или коньяков хороших, джин, ну, не знаю чего. Вот, надо еще смотреть. Кстати, что у тебя с каналом, Сергей? Да все хорошо, развивается потихоньку, но, как я уже говорил, комментарии я закрыл из-за нашествия ботов, потому что боты спамят подписчикам, заходят, ну, они видят эти боты, кто подписан на канал и начинают им рассылку с разной фигней там рассылать. И есть такая угроза, что может это все частично там быть плюс ко всему скамом. Поэтому, чтобы никто не попадал на такие вещи, я комментарии закрыл. Но в Ютьюбе, на моем Ютьюб-канале я отвечаю на комментарии, всегда смотрю все комментарии. Ролик вышел очередной субботний. Вот, ну, поэтому в Телеграме я, кстати, скидываю иногда скрины из своего ПРО-канала, скидываю также сделки, которые я делаю. Ну, так как на прошлой неделе я особо ничего не делал, поэтому в этот раз сделки, ну, то же самое постить смысла пока не вижу. У меня такая же аудитория, я тебе качественная, да, но по ночам, когда я сплю, приходят боты и засыпают такой ерундой. И каждое утро у меня начинается с чистки этих комментариев, вот это, что они пишут всем. Очень мрачная картина, если честно. Ну, я бы на твоем месте вообще бы закрыл бы комментарии, вот, я думаю, никто не обидится, потому что это, наверное, больше пользы принесет, чем людям будут делать вот всевозможные там рассылки, рекламу ссылок на какие-то непонятные ресурсы. Ну, там действительно можно нарваться на то, что вы просто тупо потеряете деньги. Этого очень много в Телеграме, вот, и, ну, к сожалению, и бороться с этим можно только одним способом, закрыть комментарии. Да, серебро не смотрел случайно? Да, серебро я смотрел, но, так, сейчас я его найду. По серебру, вот, как раз на прошлой неделе я скидывал скрин по технике, вот, понимая, что это было еще на прошлой неделе, но, тем не менее, уровень 29.90.30 был пройден и импульс. Все, импульс прошел, откатывает. Ну, серебро, как правило, идет вслед за золотом, с небольшим лагом, вот, но только с более высокой бетой. Вот, поддержка у серебра локальная сейчас в районе 29.75, вот, и одна из основных в районе 27.67. Но серебром нужно быть поаккуратнее, как я уже сказал, бета высокая, то есть, если золото растет или падает на 1.2%, то серебро запросто 3-5% делать за торговую сессию может. Поэтому, а так как его торгуют в основном через фьючерсы и опционы, а это априори уже с ключом, нужно быть поаккуратнее. Понятно. Смотрел Татку? Татнефть я продал еще в прошлом году и больше в нее не возвращался. Поэтому, когда подписчики спрашивают, я отвечаю. Ну, вот, в пятницу один из ключевых уровней района 722 был протестирован, пока отбился. Но если этот уровень 722 будет пройден вниз, снижение может усилиться. Пока это одна из основных поддержек. Согласен, согласен, согласен. ВТБ смотрел? Да. Спрашивает народ про ВТБ. Естественно, ВТБ вообще красавцы просто. Ой, опять вот это вот пошла сказка про дивиденды. Ну, нельзя себя так, конечно, вести, на самом деле, публичной компанией. А тебе кажется, что Андрей получает удовольствие от этого издевательства? Нет. Ну, может, присутствует определенный какой-то садомазохизм, да? Вот. Садизм, точнее. Садизм, да. Вот. Но не знаю. Не знаю. Пока ВТБ показывает то, что, ну, нету дивидендов, нету и роста. Но все достаточно технично. Все достаточно технично. То есть, там торговых роботов в этой бумаге предостаточно. Уровни отрабатываются четко. ВТБ у меня нет. Заходить туда тоже не планирую. Но, опять же, да, все же узнается вот на протяжении какого-то длинного горизонта времени. В банковском секторе есть только одна хорошая бумага. Ну, такая сильно качественная. Это Сбер. Ну, и выбор всегда за человеком. Что покупать? Там Тинькофф, ВТБ, еще что-нибудь. Хорошо. Можно мучиться там в других бумагах, да, или спокойно сидеть в Сбере. Я прекрасно понимаю, что такой подход, он подходит не всем, да. Но, конечно же, это больше для тех, кто торгует там среднесрочно, долгосрочно, у кого там более-менее большие депозиты. Все, я это прекрасно понимаю. Но такой же подход можно использовать и людям, у которых и не столь большие депозиты. Меньше потеряете, поверьте мне. Или не потеряете вообще. Один из подписчиков моего канала делает такую операцию, продает Новолипецк и покупает транснефть привегированную. Поэтому, если он раньше спрашивал тебя про Новолипецк, теперь он спрашивает тебя про транснефть привегированную. Ну, в транснефте нужно ждать, пока они объявят обещанные, так сказать, дивиденды, которые будут больше предыдущих. Пока рынок ждет именно вот этой новости. Каждый день, каждый раз мы с тобой обсуждаем акции Аэрофлота. А зачем мы их каждый раз обсуждаем? Слушай, ну ты можешь по-разному относиться, но все-таки сильные акции, вот и все. Послушай, сильная акция, она сильная как бы, да, по цене. Я уже рассказывал, я видел по технике, когда складывались условия, там был очень мощный технический сигнал на рост. Я еще посмотрел так график, думаю, блин, на Аэрофлоте такой сильный технический сигнал. Но рука не поднялась его купить, потому что, ну, уже как бы, есть определенные принципы работы, да, на фондовом рынке. И поэтому такие компании, ну, можно, конечно, пробовать. Ну, как уже сказал, рука не поднялась. Вот, пожалел ли я об этом? Ну, немного, да, ну, понятно, мне присущи все те же, как бы, эмоции, как и всем, да. Но, с другой стороны, вот за долгое время работы на фондовом рынке я пытался вот такие вещи чисто эмоциональные подавлять. Потому что, когда поддаешься каким-то эмоциям, ты совершаешь как раз самые, наверное, большие ошибки и несешь самые большие убытки на фондовом рынке. Поэтому есть у меня определенный набор правил, которые мне не позволяют заходить в такие истории. Я тоже так же, когда, я так же начинал, я так же торговал, ну, не совсем почти, там, обычем и всем подряд. Но плюс-минус такой же был подход. И только со временем, как бы, пришло понимание, как более правильно это делать. Потому что, когда ты смотришь на все на это, вот, особенно левую часть графика, это вот как мне тоже человек в комментарии в Телеграме там написал, Сергей, на Аэрофлоте можно же было столько заработать. Но почему-то эти люди не написали, к примеру, Сергей, а вот на Газпроме можно было же столько потерять. Знаешь, это вот из этого разряда. Вот я хочу сказать то, что, допустим, у моих подписчиков, да, те, кто там слушает и прислушивается. Газпром был продан еще в 22-м году на объявление дивидендов. У них нет ни ВТБ, ни Новотека, ни Мечил, ни вот всех бумаг, которые там попадали, ни ВКонтакте. Понимаешь? И в этом, я считаю, большое преимущество. Потому что, да, какие-то бумаги могут немножечко там откатывать, но, по крайней мере, у них нет бумаг с очень сильным падением. То есть, в их портфелях нету там минусов по 20%, по 25%, по 30% с бумаги. Я считаю, даже это уже очень хороший результат. Мне вот не нравится, когда говорят, что в Аэрофлоте там все плохо. Но там же хорошие люди работают, работали многие. Вот, например, Надежда Курченко, бортпроводница, которой прославили Аэрофлот. Ну, слушай, Аэрофлот мы с тобой обсуждали. Вот, когда он только первый раз выстрелил, я объяснял, ну, на чем идет рост и как бы будет вполне, как бы, позитивная динамика. Высокий сезон, летний сезон, сезон отпусков. И когда я про все это рассказывал, вот потом выходила статистика. И, исходя из статистики, да, очень высокая загруженность кресел. Ну, и, естественно, с низкой базы он растет. Ну, это восстановление. Так, подписчики спрашивают про натуральный газ. Там уже все самое плохое позади. Так, ну, про натуральный газ к тем, кто им рекомендует торговать натуральный газ. Потому что я такую штуку никому, как бы, рекомендовать не буду. Еще раз повторюсь. Спросите у тех людей, которые торгуют натуральный газ. Ну, фундаментальные обоснования, какие для роста и для падения. Уверен, что ни один из них, с точки зрения фундаментала, не сможет вам это объяснить. Ну, а гэмблинг – это гэмблинг. Я не хочу, чтобы, допустим, мои подписчики теряли деньги на всяких вот этих вот инструментах. Да, сейчас могут сказать, он же вырос. Ну, посмотрите, я просто читал всякие там форумы, комментарии, когда он падал. И сколько народу там денег потеряло. Это правильно. Потому что, например, возьмем какую-нибудь шнягу по фондам, типа фондов «Айнекс». Сколько аналитиков пропагандировали их за деньги, засовывали. А потом раз, и они куда-то спрыснули. И занимаются, например, недвижимость. Раз, а теперь натуральный газ. Или, да, или Мечелом, или недвижимостью в Португалии. А тебе надо с этим, а на тебя это все дерьмо льется. И мы должны, и говорят, как обычно, вот аналитики, вы рекомендовали. Где я рекомендовал фонды «Файнекса» на натуральный газ? Где? Вот, поэтому если вы засунули людей отсюда в это дерьмо, вы уж сами расслевываете. Ну, на мой взгляд, люди тоже как бы не должны с себя вину складывать. Да, потому что вот эта вот жадность, нужно ее все-таки как-то контролировать. И прежде чем, вот, я не люблю очень хитрожопые схемы, вот какие-то. Если мне что-то предлагают, то, естественно, я хочу услышать об основании. А если об основании слишком сложные и слишком там какие-то длинные цепочки этой реализации, ну, я такие схемы не люблю. Для меня должно быть все более прозрачно. Поэтому и всем людям тоже можно посоветовать. Если вы в чем-то не разбираетесь и даже после того, как вам объяснили, вы не понимаете, да, ну, не надо тогда туда заходить, вкладывать свои деньги. — Сережа, я тебе хочу напомнить, что этот канал для девиц благородных из Смольного института, поэтому не говори слово «хитрожопой» больше, говори «хитропопой», ладно? — «Хитропопой» звучит не так, наверное, красиво. — Вот. А теперь хотел спросить по поводу элемента. Традиционно твоя позиция «я не участвую в IPO». Элемент, да? — Да, традиционно. Ну, если IPO... Вот видишь, в чем фишка-то? Давай еще раз. Потому что аллокация для физиков маленькая, поэтому и гэпы такие. Как только аллокации возрастут, то и возможно, что таких гэпов не будет. Сейчас Центробанк над этим работает, но с другой стороны, да, конъюнктура пока на стороне IPO. Любая практически компания, за редкими исключениями, после IPO там взлетает. Но все, я уже тоже проводил опросы в Телеграме. Какую аллокацию вы получали? Ну, вот человек там закинул что-то, я не помню, там пару десятков, что ли, миллиона, а получил всего там несколько бумаг. Ну, какой в этом смысл? А те, у кого денег еще меньше, там, на 200 тысяч, там, сделали заявку, а получили одну бумажку. Так ли приколы на эти вам? — Ладно, все. Спасибо большое. — Спасибо, Андрей.